Супер! Я приветствую всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию, через канал ТБН. Добро пожаловать на богослужение Церкви Завета. Мы вместе будем поклоняться Богу и слушать Его Слово. Хочу предложить вашему вниманию сегодня одну ценность. Ценность, которой в этом мире очень часто пренебрегают. Иногда вообще считают ее абсолютно ненужной. Но те, кто ей обладают, они имеют, во-первых, ясный, здравый разум. Они имеют дерзновение к Богу. Они имеют будущее и для себя, и они видят прекрасное будущее для своих детей. Те же, кто пренебрегает этой ценностью, могут иметь временный какой-то успех, временную какую-то вспышку, которая впечатляет, но при этом иметь плохой конец. Не знаю, догадались вы, о чем я говорю или нет. Я хочу еще сказать, что эта ценность очень дорого стоит. За нее реально нужно уметь платить цену. Иисус Христос ради этой ценности заплатил великую цену. Сначала Он отказался ради нее от всех сокровищ этого мира, которые дьявол предлагал Ему. А потом отказался и от самой жизни своей. Давайте послушаем, как это звучит в Святом Писании. В Библии. Евреям, 5 глава, с 8 по 9 стих прочитаю. «Хотя Он, то есть Иисус Христос и Сын, однако страданиями научился, натренировался, можно было бы перевести, послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Кто еще не догадался, о какой ценности я говорю, прочитаю еще одно местописание. Филиппийцам, 2 глава, с 8 стиха. Апостол Павел так говорит об Иисусе Христе. «Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии Моем, но и гораздо более ныне, во время отсутствия Моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Итак, о какой ценности мы говорим сегодня? Аминь. Мы говорим о послушании. На самом деле, это величайшая ценность, это огромнейшая ценность, но на этой земле она достаточно сильно принижена, и дьявол постарался все сделать, чтобы принизить ее и растоптать. Иногда человек от одной мысли только о том, что ему надо слушаться, не хочет вообще дальше размышлять о той теме, которая ему предлагается. Но апостол Павел, рассказывая о том, как Иисус Христос смог быть послушным, Сын Божий, Бог, на этой земле научился быть послушным, написано, натренировался так, что сделался совершенным в этом. Приводя в пример Иисуса Христа, апостол Павел потом предлагает эту ценность нам. И он говорит, я прошу вас, чтобы вы научились быть послушными, не только когда вас видят, не только когда кто-то из руководителей может оценить ваше послушание, но перед Богом, когда никто вас не видит, но вы знаете, как надо поступать, вы знаете, что ожидает от вас Бог, вы знаете, какое задание вы получили через кого-то, кого Бог использовал, чтобы вы оставались послушными, даже если никто не видит. То есть апостол Павел говорит, что можно быть вроде и послушными, но перед Богом это может совсем не выглядеть, как послушание. Можно в глазах людей выглядеть нормально, как будто ты сделал то, что от тебя ожидалось, но Бог не поставит зачет, что у тебя получилось послушаться. Я хочу вам сказать сегодня, что настоящее послушание, оно как-то выражается. Настоящее послушание можно увидеть, его можно как-то оценить. Я предлагаю вам сегодня три такие вещи, три проявления, как может выражаться настоящее послушание, которое отмечается Богом очень высокой оценкой. Итак, первое. На первое место я поставил внимательность. Человек, который послушан, он внимателен, ведь он нацелен на то, чтобы сделать то, чего от него ожидается, поэтому он внимателен. Работник, который получает задание и который собирается двигаться в послушании, он будет очень внимательно слушать то задание, которое получает. Ведь от этой внимательности или невнимательности зависит, сможет ли он воплотить в жизнь это задание или нет. То есть сможет ли он в итоге быть послушным или нет. Я верю, что вообще христианин, который растет в послушании, который эту ценность приобретает, он будет в почете и он будет в большой цене на любом рабочем месте. Где бы он ни находился в этом мире. Потому что эта ценность, хотя и пренебрегается, но каждый работодатель хочет видеть эту ценность в своих работниках. И это правда. Поэтому каждый христианин, который перед Богом ходит и который хочет вырасти в этой ценности и который хочет платить, готов платить цену за то, чтобы приобрести эту ценность, он будет на высоком месте, на любом рабочем месте. В глазах любого работодателя и будет просто неоценимым работником. Хочу прочитать послание к Ефесянам, 6 глава, где апостол Павел обращается к работникам и наставляет их в этой ценности. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом. Ну, у нас, вы скажете, нет сейчас рабства, нет рабов, но принципы те же самые, которые апостол Павел предлагал этим рабам, мы можем однозначно применять к себе, как к работникам. Итак, рабы, оповинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом. В простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человека угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. Интересное мышление у апостола Павла, которым он делится с церковью. И он говорит, не так важно вообще, в какой позиции ты находишься. Наверняка многие бы удивились и, наверное, тогда удивлялись, когда читали его послание, как это никакой разницы. То есть нет никакой разницы, работник это или начальник. Более того, он там говорил, нет никакой разницы, раб ты или свободный. То есть в глазах Божьих не такое большое значение имело, то есть раб это или это господин. Как больше всего значение в Божьих глазах имело, может ли этот человек быть послушным Богу. Может ли этот человек достаточно смиряться, чтобы научиться послушанию, настоящему послушанию. И в результате апостол Павел говорит, что этот человек, который учится послушанию, он будет иметь награду уже не от работодателя. Он будет иметь награду не от господина своего. Он будет получать награду прямо от Бога. Потому что если он ходит перед Богом, служа не как человеку, а как Господу на любом рабочем месте, то тогда награда от Господа будет приходить. И Бог будет использовать этого же работодателя, этого же господина, даже если бы он этого и не захотел. Ведь так и написано, что если Богу угодны пути человека, то он и врагов примеряет с ним. Если Богу нравится, как ты работаешь на своем рабочем месте, если Он оценивает и ставит высокую оценку твоей работе, твоему послушанию, когда ты внимательно относишься к тому заданию, которое получаешь, там, где ты его получаешь, и Бог ставит тебе большую оценку, от него приходит награда, от него приходит благословение. И даже на рабочем месте, я думаю, это благословение можно в результате увидеть. Итак, первое, как я вижу, проявляется настоящее послушание, оно проявляется во внимательности. То есть человек, который в послушании, он будет внимательно относиться к тому, кто его корректирует. Он будет внимательно относиться к тому, кто выдает ему какое-то задание. Он не забудет, потому что он запишет то, что ему поручено, ведь он нацелен на то, чтобы воплотить это в жизнь. Он нацелен не просто на то, чтобы, ну, лишь бы сделать, как-нибудь сделать. Сколько раз можно слышать, когда человек, выполняя задание, и потом, когда дает отчет у требующего отчета, он говорит, я сделал все, что нужно было. А у него спрашивают, а почему же ты тут не так не доделал? Ну, а это мне не говорили. И происходит вот это огорчение, происходит недовольство. И даже начальник не может положительной оценкой оценить работу такого работника, не говоря уже о Боге. Такие люди часто говорят, что, ну, Бог-то понимает меня, я же перед Богом хожу, не перед людьми, поэтому Бог видел, что я старался, как только мог. Подождите, если мы не можем угодить человеку, вы думаете, мы можем угодить Богу? Я думаю, что очень наивно так размышлять по отношению к Богу, который, как в Библии написано, и в ангелах усматривает недостатки. Он в ангелах видит недостатки. В ангелах, которые светятся, и мы бы просто только восхищались, даже думать не думали бы о недостатках. А Бог видит, что там можно лучше сделать. Это Бог. Его требования, они совершенные. Если мы хотим научиться реально угождать Богу, то нам надо начать хотя бы с того, чтобы научиться угождать тому человеку, которого Бог поставил. И тогда у нас есть перспектива в развитии. Аминь? Слабый аминь. Я понимаю, непросто, тема такая непростая. Да-да-да, спасибо, 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 слава Богу. Я знаю, что здесь сидят люди, которые любят Господа. Потому что в такой холод прийти в церковь без любви невозможно. Поэтому я очень рад, что говорю к открытой аудитории. Верю, что вы, которые присоединились к трансляции, тоже внимательно слушаете. И что эта тема для вас также очень важна. Это правда драгоценная. Если мы хотим научиться и вырасти в послушании, которое является величайшей ценностью, которое отмечено по отношению к Иисусу Христу, в которой написано, что все, что он делал до 30 лет, это рос в послушании, находясь в послушании у родителей своих, у земных. Что уже говорить о нас. Хорошо. Итак, первое, в чем проявляется послушание, это во внимательности. Когда мы внимательны, когда мы не забываем то, что нужно сделать, когда мы фиксируем, чтобы не забыть то, что нужно сделать, и тогда мы в точности стараемся это воплотить в жизнь. Второе. Послушание выражается в почтении. Вот то, что я увидел по отношению к послушанию. Сложно быть послушным, если у тебя нет настоящего глубокого почтения. Ведь когда я слушаюсь какого-то человека, которого Бог поставил, и который говорит в мою жизнь, и когда я его слушаюсь, то ведь я признаю, что он либо правее меня, либо умнее меня, либо он, но в позиции больше, чем я. В любом случае, если я его слушаю, значит, я признаю, как бы, что он в этот момент, как бы выше. Но я думаю, что именно здесь, наверное, и кроется вот этот секрет, почему нам бывает так трудно быть послушными. Ведь так трудно признать, что другой более прав. Ведь так трудно признать, что над тобой есть какой-то начальник, который говорит в твою жизнь, что надо делать. Бывает так трудно сдаться и признать, что другой говорит более мудро, чем ты. Наверное, это является главной причиной, мне кажется, из-за которой трудно бывает послушаться. Но ведь об этом и говорит нам Священное Писание, что посмиренно мудрию «Почитайте один другого выше себя». Оказывается, почитать другого выше себя, оказывается, оказывать почтение, это является мудростью. Это не является унижением. Это является мудростью в глазах Божьих, хотя в глазах человеческих очень часто, конечно, это выглядит как унижение. И часто в наших собственных глазах, когда мы собираемся кого-то послушаться, когда мы собираемся, или кто-то ожидает, что мы послушаемся, а у нас внутри что-то противится. Очень часто из-за того, что мы выглядим в этот момент в своих глазах как будто униженными, приниженными, недостойными. Попробуйте догадаться с трех раз, как называется это качество. Это гордость. Это самая настоящая гордость. Да, Артем, спасибо, брат. Мы проживаем это на своей жизни, мы видим это. И Господь, конечно, хочет нас от этого очищать. Потому что, когда Он ожидает от нас послушания, когда Он предлагает нам эту ценность, у Бога нет мусора, который бы Он нам предлагал. У Бога нет чего-то незначительного, что бы Он нам предлагал. У Него нет чего-то второстепенного, что бы Он предлагал нам для вечной жизни. Все, что Он предлагает для нас, это что-то совершенное. Это что-то самое лучшее. И я так хочу, чтобы мы сегодня увидели, что послушание – это лучшее, что Бог предлагает для нас. Ведь если Сын Божий избрал этот путь послушания перед Своими земными родителями, хотя Он, конечно, превосходил их по всем показателям, но Он научился быть послушными для них. А потом Он выражал Своё послушание Небесному Отцу и говорил, «Я не делаю ничего, если не вижу Отца Творящего. Я не творю ничего сам, я делаю то, что вижу, то, что делает мой Небесный Отец, воздавая всегда славу Ему и не присваивая ничего себе». Если Иисус избрал этот путь, то, конечно же, это является величайшей ценностью, которую нельзя умолять. Я молюсь и молился, чтобы Бог поднял эту ценность в церкви, чтобы церковь облеклась в эту ценность, чтобы церковь научилась ходить в послушание, научилась выражать послушание и не только с видимой услужливостью, но ходя перед Богом, чтобы Бог, глядя на нас, мог сказать, «Это послушные дети мои, это дети мои, которые следуют пути Господа своего Иисуса Христа». Аллилуйя! Итак, послушание выражается в почтении, без которого очень трудно послушаться. Послание к филиппийцам. Я уже читал из этой второй главы и хочу прочитать вам третий стих теперь. Ничего, точнее, это только что я прочитал, да, теперь послание к Кримлян, двенадцатая глава, десятый стих. В почтительности друг друга предупреждайте. Как вам это нравится? Мы иногда предупреждаем, ну что значит предупреждать? Это значит опережать. Вы можете посмотреть в словаре «Стронго», например, и там очень ясное значение этого слова. Опережать, быть впереди, сделать что-то первее, во-первых, быстрее, чем другой. Вот что означает это слово «предупреждайте». Мы частенько, мне кажется, предупреждаем, опережаем друг друга в словах, в своем мнении, в своей позиции. Здесь мы, бывает, так конкурируем, просто кто быстрее, кто хочет, каждый хочет показаться умнее, сильнее, выше. И вот апостол Павел говорит «в почтительности». Если вы хотите кого-то опередить, научитесь опережать в почтительности, в почтении. Попробуйте дома опережать друг друга в том, чтобы выразить какое-то почтение друг другу. Вот ведь соревнования, какие Господь нам предлагает. Он говорит «в почтительности». Бегите впереди. Научитесь в почете, в выражении какой-то почести друг другу опережать другого. Прежде чем он тебе скажет что-то доброе с утра, опереди его, скажи что-нибудь доброе ему первой. И Господь скажет «Аминь». 1-0. Сегодня 1-0. Дальше, следующий счет. Дальше. А вечером, напоследок, когда спать ложитесь, кто вперед сделает что-нибудь или скажет что-нибудь доброе, оказывая честь сыну своему, дочери, отцу, матери, кому угодно, ближнему своему. И Господь благословит. И Слово Божье тогда будет воплощаться в нашей жизни. Мы будем видеть великие плоды этому послушанию. В почтительности друг друга опережайте. Послушание выражается в этом почтении. И я хочу сказать, что в Библии есть много, конечно, примеров, но есть один очень яркий, который иллюстрирует непочтение человека к своему руководителю, я бы так же сказал, к своему лидеру, наверное, правильно было бы сказать. Это история Лота и Авраама. Вы знаете, что Авраам вышел в послушании перед Богом из своей земли, там, где он рос, из своего родства. И в Библии написано, что вместе с ним пошел и Лот. Они пошли вместе. Аврааму было тогда 75 лет, и, по всей видимости, он уже проявился как человек, с которым есть Бог. Лот видел это, и он поверил Аврааму на тот момент, признавая его лидером, по всей видимости, в то время и пошел за ним. Они вышли, имея определенный достаток, не написано, что там сильно много чего-то у них было, но через какое-то время Библия говорит нам, что стада у одного и у другого стали расти. И Бог благословил Авраама абсолютно всем, чего только можно было пожелать. У него было много разных стад, много разных животных и много всяких драгоценностей. Написано, что и у Лота тоже было много всего. И тоже Бог благословил его, по всей видимости, потому что он был вместе с Авраамом и шел этот путь вместе с избранником Божьим. Но вот настал тот момент, когда Авраам заметил, что пастухи его и пастухи Лота начинают ругаться между собой. Они все чаще и чаще начинают выяснять, чье это место или чья это овечка или чей это колодец. Авраам заметил, что какие-то распри внутри начались. Он позвал к себе Лота и составил с ним такой разговор. Он говорит, мы ведь родственники, нехорошо нам ссориться, нехорошо нам ругаться, если не хватает нам земли, чтобы быть вместе, в единстве, в любви, то посмотри, вся земля перед тобой. Возьми то, что ты хочешь, избери, делай то, что ты хочешь. Если ты чувствуешь, что у тебя больше сил, у тебя больше возможностей стало, и ты видишь больше будущее в своей жизни, ты лучше начал понимать, как тебе надо жить, чем тебе надо заниматься, но не вся ли жизнь перед тобой, но вперед, занимайся, чем ты хочешь. Но давай не будет распри, давай мы не будем сеять огорчения внутри нашего родства, внутри нашей церкви, давай мы не будем выяснять отношения, если ты не хочешь двигаться вместе со мной. Посмотри, вот перед тобой вся земля, выбирай, если ты направо, я пойду налево, если ты налево, я пойду направо, лот, пожалуйста, выбор за тобою. Библия говорит, что лот возвел очи свои, он посмотрел на все эти возможности, на все эти перспективы, и вдруг он увидел, что у него есть перспектива большая, чем с тем лидером, с которым он двигался уже достаточно долгое время, рядом с которым он вырос, возмужал, и рядом с которым обогатился этими стадами. Вдруг он увидел, что перспектива какая-то засияла большая, и он избрал определенную перспективу, думая, что он будет более благословенным, если пойдет этим путем. Там они разошлись. Там они разошлись, у лота появился свой собственный путь, уже вне зависимости от Авраама, и мы знаем, что не прошло много времени, знаете, Библия потом повествует нам и говорит, описывая состояние лота, что он мучился в праведной душе своей. Лот мучился в праведной душе своей, то есть его глаза были открыты. Как только он оказался в этом Содоме, в Гаморе, как только он оказался рядом с этими городами, невозможно было не видеть того разврата, который царствовал там. Написано, люди там были злые, люди там были развращенные. Невозможно было не видеть. Подожди, Лот, но ты ведь уже видишь это. Ты же видишь, что тот путь, которым ты пошел, он сильно отличается от того пути, которым ты шел до этого со своим лидером, с Авраамом. Ведь там было все чисто, ведь вы там смеялись, ведь там было так классно. Ты помнишь, как вы общались с Авраамом, как ты открывал сердце? Ты можешь кому-нибудь здесь открыть свое сердце, Лот? Неужели этих мыслей не было у Лота? Неужели он не видел разницу между тем путем, которым шел и тем, которым начал идти? вопрос? Это то, как называется сегодня проповедь. Что мешает тебе быть послушным? Лот, что мешает тебе сейчас признать, что ты пошел не тем путем, что ты сделал не тот выбор, что атмосфера, в которой ты оказался, совершенно другая? Что мешает тебе вернуться к Аврааму и сказать, Авраам, прости меня, дядя мой, он дядей являлся, Авраам для Лота? Прости меня, я возомнила себе чего-то больше, чем на самом деле, прости меня, и прости, что я не остановил эти ссоры между пастухами. Если какой-то вопрос, чья это, овечка твоя или моя, Авраам, да, конечно, твоя, вообще все, что у меня есть, оно есть благодаря тебе. Авраам, где бы я был, я бы остался в этом урихалдейском, я бы прозябал всю жизнь в этой дыре с этими язычниками. Авраам, какая дележка может быть между мною и тобой, ты чего? Прости меня, если я что-то должен, я хочу отдать тебе еще больше. Позволь только, я рядом буду с тобой, позволь, я пойду за тобой, я вижу, что с тобой Бог, позволь, я с тобой вместе буду. Что мешало сделать это Лоту, я не знаю. Возможно, он думал, что он изменит это общество? Может быть. Может быть, он думал сейчас, мы тут распространимся шатрами, и все у нас получится, мы покаем Содом и Гоморру? Может быть, не знаю. Но проходит еще какое-то время, и Библия рассказывает нам следующую историю, как четыре царя ополчились и пошли войной на пять царей, в числе которых был и Содомский, и Гоморрский царь. И вот эти четыре царя завоевывают, побеждают этих пятерых царей, царей этих берут в плен, уводят все имущество, и Лота берут точно так же в плен, в рабство. Лот теперь со всем своим имуществом, со всем, что у него было, он теперь находится в рабстве. Вместе с этим Содомским царем, Гоморским царем в рабстве, со своими детьми, со своими женой, со своей... В рабстве. Лот, есть ли у тебя мысли какие-то, ты в рабстве сейчас находишься. Написано, что Авраам узнал об этом. Он, недолго думая, поднимает своих друзей, они догоняют этих завоевателей, побеждают и высвобождают этого Лота на свободу. Лот, свобода тебе. И опять такой поворотный момент. И опять у Лота есть выбор. Он только что был рабом. А может быть еще через какое-то время его бы просто убили. Никто не знает. И Лот тоже не знает. Чем закончилась бы его перспектива, но дядя опять освободил его. Дядя один с группой своих друзей, справился с этими четырьмя царями, которых не могли победить пять грешных царей. Лот, неужели не видно, что с этим человеком Бог? Неужели ты не видишь, что ты ошибся, что ты не в том месте находишься, в котором тебе нужно находиться? Лот, возвращайся. Что мешало ему возвратиться в тот момент? Что мешало ему признать, что да, моя перспектива заканчивается рабством? Я рабом себя чувствовал там, в Урьяхалдейском, из которого мы вышли, но теперь я еще худшим рабом стал. Я вообще ничего не могу сделать. Что мешало Лоту признать? Я не знаю. Наверное, гордость та же. Наверное, та же гордость. И так история продолжается, и продолжается очень нехорошо. Продолжается тем, что Лот снова выбирает остаться в этих городах. Лот снова выбирает, несмотря на то, что дядя Авраам демонстрирует ему, как он относится к этим городам. И царь Содомский, вы помните, вышел после вот этого освобождения своего навстречу Аврааму и сказал возьми, пожалуйста, вот все, что у меня есть, выбирай все твое, пожалуйста, забирай всю добычу, все. Вы помните, как Авраам отреагировал? Он поднял руку свою, и он говорит, я даже шнурка от обуви не возьму у тебя, царь Содомский, чтобы ты когда-нибудь не подумал и не сказал, что ты чем-то обогатил Авраама. Авраам был в зависимости от Бога, он не хотел иметь общего ничего с этим грешным миром. И Лот видел это демонстрационное поведение своего дяди, но почему-то согласился остаться дальше в этом же месте. Мы видим, как история развивается, и Бог уже приходит к этим городам и изливает огонь и серу, чтобы уничтожить этот разврат, чтобы уничтожить все это зло. Но перед этим ради Авраама он приходит к Лоту, он посылает двух ангелов, они приходят к нему, чтобы вывести Лота с его женой и с его дочерьми, вывести из этого места. Они выводят. Выводят Лота из этого места. И вы помните, как история продолжается, когда жена по пути настолько прилепилась уже к этому Содому и Гаморре, что когда даже Лот пошел уже вроде оттуда, она обернулась, хотя ей сказали не оборачивайся, она обернулась, превратилась в соляной столб. Лот на этом пути теряет жену, потом он вместо того, чтобы все-таки смириться и прийти к Аврааму, может быть сейчас уже все потеряно, все твое имущество потеряно, жена твоя потеряна, есть ты и две твои дочери, ну хоть в этом состоянии приди, ну хоть сейчас, назови вещи своими именами, что так долго мешало тебе смириться и прийти к своему лидеру и вернуться на тот путь, который Бог определил для тебя и отказаться от своевольного пути. Нет, он идет в пещеру, он закрывается в этой пещере, он и две его дочки, он закрывается в пещере, это перспектива вот этого своевольного пути, тебе уже никого не хочется видеть, тебе хочется закрыться, сколько раз я слышал таких людей, они говорят, мне надо побыть одному, в пещеру мне надо, они даже Богу говорят, этот лот говорит, Господи, позволь мне вот туда пойти, там маленький этот городок, позволь мне туда пойти, Сегор, позволь мне туда пойти, он такой маленький, Бог говорит, ну хорошо, туда иди, туда иди, Бог никогда, ни в каком состоянии не будет принуждать нас идти куда-то в любом состоянии насколько человек прозрел настолько бог позволяет ему двигаться насколько человек выбирает даже если бог не будет согласен он из любви будет поворачивать обстоятельства как-то но не будет ломать волю человека и лоту он позволяет идти дальше вот убежал в этот маленький городок но по всей видимости не смог также там жить возможно эти же жители его и начали обвинять что из-за тебя там пожар весь этот случился из-за тебя садом и гамора такие перспективные города сгорели из-за тебя мы терпим убытки на работе из-за тебя они еще против него возможно повернулись и он вообще закрылся один в этой пещере с двумя своими дочерьми но только дочери по всей видимости не закрылись так сильно потому что написано что однажды они решили напоить своего папу но знаете в пещере виноградники не растут по всей видимости они имели связь какую-то с внешним миром может быть с этим же сигоном еще где-то они общались получается с этими людьми они добыли алкоголь напоили своего отца и переспали по очереди с ним объясняя это высокими какими-то своими понятиями чтобы род продолжить и так далее в результате появилось два мальчика от одной и от другой они стали родоначальниками двух народов которые постоянно и до сих пор противятся божьему народу противятся евреям только вдумайтесь перспектива такого пути потерять все быть разрушенным самому и после себя оставить наследство которая будет противиться божьей воле божьему плану мне кажется очень страшная перспектива и я рисую ее вам так долго только по одной причине чтобы никто не пошел этой этим путем и что если кто-то может быть уже в этом пути находится и осознает сегодня что это так чтобы вы смогли остановиться бог давал лоту достаточно много как мы сегодня видим возможностей чтобы остановиться назвать вещи своими именами и вернуться на тот путь с которого однажды он свернул я верю что бог сегодня благодаря господу нашему иисусу христу дает нам новый и новый шанс новую и новую возможность но однажды но однажды время заканчивается но однажды все перспективы заканчиваются однажды мы начинаем видеть себя в наших детях однажды мы начинаем видеть уже дальше это продолжение я хочу молиться с вами сегодня чтобы бог по своей великой милости и своей великой силой смог остановить всякое зло если кто-то из нас оказался на этом пути чтобы мы смогли назвать вещи своими именами чтобы мы смогли признать что-то в своей жизни смириться перед богом и захотеть быть послушными ему мы так часто делили и говорили да это человек говорит он тоже ошибается я от бога хочу слушать но послушайте апостол павел ведь так ясно говорит что он говорит потому что бог производит вас и хотение и действие по своему благоволению когда ты слышишь какой-то руководство свою жизнь через человека которого бог поставил неужели ты не слышишь внутри он прав ты можешь какие угодно доводы себе придумать и быть в своих глазах даже прав своей логике но внутри то ты знаешь ведь бог так говорит если ты живешь с богом если он избрал тебя он так говорит ты внутри ты знаешь что ты не прав бог дает производит внутри вас и хотение и желание по своему благоволению однажды бывает так что уже перестаешь слышать по-настоящему бога я хочу молиться сегодня этой молитвой обновления чтобы бог обновил каждого из нас чтобы он позволил нам слышать его понимать его и вернуться в тот путь в то призвание которое он имеет для каждого из нас точно так же как для лота неужели вы думаете что это призвание от бога для лота быть человеком который мучается в праведной душе своей мучается и ничего не делает мучается но остается в своей позиции мучается но продолжает все разрушать свои жизни мучается но передает это наследство в жизнь своих детей мучается и помирает в проклятие я верю что у бога совершенно другая судьба для каждого из нас и мы сегодня живы и мы сегодня слышим и можем слышать голос божий последнюю третью третье проявление в послушании наверное быстренько скажу это называется ответственность так трудно брать ответственность так трудно бывает брать ответственность если у нас не работают две вещи которые я говорил перед этим но если это работает если у нас получается если мы можем быть внимательными сосредоточенными когда слышим какое-то руководство свою жизнь если мы можем выражать почтение и с почтительностью относиться к тому лидеру который говорит в нашу жизнь то мы сможем взять ответственность за то что происходит за те последствия за те результаты которые в нашей жизни случаются мы тогда можем взять ответственность как за доброе как за успех так и за неудачу ибо благословить тогда каждого из нас каждого кто хочет расти в этой ценности каждого кто готов платить цену чтобы приобрести здесь на земле эту ценность под названием послушание давайте встанем для молитвы дорогие я призываю вас знаю что господь открывает нам сегодня этот путь чтобы нам передать детям своим благословением чтобы передать детям эту жизнь в духе послушания они в духе противления в том что благословит наших детей в том что благословит нашу жизнь противление нет никакого будущего противление нет никакого благословения и нет жизни пусть бог поможет нам сейчас назвать вещи своими именами отречься от всякого противления избрать путь в послушание